Давайте мы коротко помолимся. Аллилуйя. Господь, благослови Слово. Пусть и сегодня приходит хлеб, как Ты обещал, который сходит с небес. И пусть придет самая свежая небесная манна. Аллилуйя, Отец. Накорми нас сегодня, напои нас Твоей живительной влагой, Твоей живой водой, Твоим Словом Божьим, Твоим хлебом. Аллилуйя, Отец, Санна, слава Тебе. Мы молились во имя нашего Господа, Иисус Христа. Аминь. Тема моей проповеди сегодня. Вера Твоя спасла Тебя. Я хотел бы попросить сразу выставить снимок Эвана Робертса. На моей странице вы можете найти вот эту статью про одно из самых известных и мощнейших пробуждений в Уэльсе, это в Великобритании, 10 удивительных фактов. Итак, об этом человеке я хотел бы буквально коротко зачитать вот эти факты, которые очень важны также и актуальны и по сей день. Когда Эван Робертс получил вот это слово для всех наций, всех народов, ему было всего лишь 25 лет. И это было на одном служении, где пастор призывал к молитве о том, чтобы покориться и смириться всемогущему Богу и просто вручить свою жизнь ему. Он упал на колени. И после этого произошла мощная трансформация в его головном мозге, в его сердце, в его жизни. И за один год, я прочитаю некоторые факты, во время пробуждения в Уэльсе покаялось более 100 тысяч человек. Это за очень короткий промежуток времени. Бары во всей округе закрылись. Но в футбольные матчи никто уже больше не ходил. Люди просто потеряли интерес. И это произошло все сверхъестественным образом. Должники приходили к взаимодавцам и отдавали долги трехлетней давности. На полицейских участках происходили сокращения из-за отсутствия работы. Покаяние в Уэльсе было радикальным. Есть знаменитая история о том, как грубые, неотесанные шахтеры, необразованные после покаяния не знали, как управлять своими лошадьми. Дело в том, что до покаяния они говорили только матом. И лошади их понимали. Но после покаяния их речь поменялась, поэтому нужно было время, чтобы лошади адаптировались к новым словам. Пробуждение в Уэльсе оказало огромный результат на многие страны, в частности и на Россию. В 1904 году молодой ученик лондонского колледжа Сперджена Вильгельм Фетлер посетил пробуждение в Уэльсе. Дух Святой настолько сильно его там коснулся, что он начал молиться, чтобы Бог послал такое же пробуждение и в Россию. После окончания колледжа Фетлер вернулся в Санкт-Петербург и построил первую мега-церковь в России, которая получила название Дом Евангелия. Слава нашему Богу! Эван Робертс, давайте мы послушаем внимательно, получил от Бога четыре пункта для пробуждения, о которых он проповедовал снова и снова. Если мы хотим, чтобы пробуждение Таглы также пришло и в Болгарию, нам очень важно знать эти четыре пункта. Первый пункт. Исповедуй все известные тебе грехи и получи прощение через Христа. Второй пункт. Удали из своей жизни все, что ты думаешь, что может помешать тебе в поисках Бога. Если ты в чем-то не уверен, удали это. Третий пункт. Будь готов послушаться Духа Святого спонтанно. То есть могут приходить какие-то такие спонтанные желания, мысли, чувства, пойти куда-то, сказать что-то, что-то сделать. Очень важно быть послушным. Вот в этом водительстве Духом Святым, которое для нас может быть не всегда понятным. И четвертый пункт. Публично исповедуй Иисуса Христа. Вот четыре пункта, которые я хотел бы, чтобы мы запомнили, я поэтому их еще раз повторю. Первое. Исповедуй все известные тебе грехи. То есть мы это делаем. То есть если к тебе приходит какое-то обличение в духе, в сердце твоем, тут же вставая на колени и просто исповедует от греха, называя его по имени, говорит, Иисус, пожалуйста, прости меня, омой меня прямо сейчас своей драгоценной кровью. И Бог тут же тебя простит, потому что Он обещал это делать. Потому что слово тут так говорит, что кровь Иисуса Христа в момент исповедания грехов очищает нас от всякого греха без исключения. Второй пункт. Удали из твоей жизни все, что ты думаешь, что может помешать, что может быть препятствием для общения с Богом, для слияния с Ним, для того, чтобы довериться Ему, чтобы позволять Ему что-то делать в твоей жизни. И если ты в чем-то не уверен, так же удаляй и это из своей жизни. Третий пункт. Будь готов послушаться Духа Святого спонтанно. То есть, если приходит какое-то повуждение что-то сделать, и тебе это непонятно, лучше, и ты чувствуешь, что это наполняет тебя, что от этого тебе благо, что ты стал каким-то счастливым. Лучше сделать, чем не сделать. И четвертый пункт. Публично исповедуй Иисус Христа. И вы знаете, это очень важный пункт, потому что очень многие христиане сегодня пошли на компромисс, пошли на сделку, в плане того, что они не проглашают имя Иисуса Христа, стесняются Его, о чем Иисус Христос, кстати, предупреждал. Он говорил о том, что если кто-то постесняется, постыдится проповедовать имя Мое, то и я также постыжусь перед Отцом Моим Небесным. Я могу приводить сотни примеров в плане того, что когда мы публично исповедуем Иисус Христа, в этот же момент в твоей жизни происходят какие-то коренные перемены, это наполняет тебя, именно этот факт делает тебя уже абсолютно счастливым. Вот в тот момент исповедания или благорестования об Иисусе Христе в публичном месте, от этого мы получили свое название, протестанты. Протестант – это человек, который выступает публично и публично исповедует имя Иисуса Христа. Это протестант. Слава нашему Богу. Мы вот это запомним, потому что это то, что будет касаться напрямую моей сегодняшней проповеди. Я хотел бы открыть первое место из Священного Писания, и оно написано в книге-притче Соломона, 23 глава, только один седьмой стих, даже точнее пол стиха. Притче Соломона, 23 глава. Седьмой стих начинается так. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». И на этом можно остановиться. Этот стих, он очень важный. Он, опять же, сегодня я немножко затрону буквально по вот этой книге, по которой мы продолжаем учить. «Включите свой мозг». Автор Каролайн Лифф. Она ученая, она христианка. У нее свое телевидение на сегодняшний день в Америке. Она ведет христианскую телепередачу, довольно успешную. У нее уже свое служение. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Вот этот стих говорит о том, что какие мысли в нашей душе, такие и мы. То есть наши мысли формируют наш характер, наши действия, наши поступки. Иисус Христос тоже это подтверждает, когда Он говорит, не то скверняет тебя, что входит в твое уста, а то скверняет тебя, то, что выходит из твоих уст. То есть твои слова, твои озвученные мысли, они говорят о том, что в твоем сердце. Если ты исповедуешь что-то негативное, значит твое сердце наполнено именно этим. Если ты исповедуешь какие-то добрые, на самом деле, мысли, исповедания, проволошения, какие-то обещания, которые написаны, прописаны в Священном Писании, то это также то, что наполняет твое сердце. Мы верим во все то лучшее, во все те обетования, которые обещаны нам Господом Иисус Христом. И, кстати, они не только о том, что у нас только будет все хорошо, что у нас будет много денег, и что мы всегда будем счастливы. Обетование Иисуса Христа не обещает именно этого. Но, несмотря на то, что бы с нами не происходили какие-то события, Иисус Хрисус говорит, мужайтесь, будете иметь скорбь в этом мире. Помните эти стихи? Но я победил этот мир. То есть, Иисус не обещает нам, что у нас вообще скорби не будет или печания не будет, но Он обещал, что Он будет с нами, и Он даст нам победу вот в этих скорбях, вот в этих каких-то испытаниях, вот в этих каких-то искушениях. Слава нашему Богу! Я хотел бы также буквально коротко зачитать последние какие-то научные достижения, которые прописаны вот в этой книге. И вы знаете, ученые сегодня все еще расщепляют, все еще вот как-то углубляются в какие-то вот такие глубины. То есть, мы знаем о том, что там какие-то молекулы, какие-то мельчайшие частицы, от молекул до атомов, от атомов до кварков, лептонов и бозонов. Ныне физики говорят о еще меньших частицах. Речь идет о прионах, из которых состоят кварки. Есть у них, я даже таких названий не знаю вообще, ну, узнал из этой книги. Есть у них и теория квантовых струн, которая гласит, что основой материи являются вибрирующие струны размером еще меньше, чем прионы. Один из физиков даже считает, что прионы – это переплетение пространства и времени. Если прионы действительно существуют, во что я верю, пишет автор, то они невероятно малы. То есть, кварки на сегодняшний день самые маленькие из известных частиц материи. Их размер равняется нулю. Прионы меньше их, а струны еще меньше прионов. Было обнаружено, что электроны перепрыгивают с орбиты, я говорю сейчас про научные факты, перепрыгивают с орбиты на орбиту, не перемещаясь в пространстве и не затрачивая никакого времени. Ученые говорят, что скорость мысленных процессов быстрее скорости света. Причем мысли двигаются таким образом, что классическая физика не в силах это объяснить. Где же тогда взять объяснение, почему наш негативный или позитивный настрой влияет на окружающих? И здесь ученые приводят, я немножко как бы в напоминание говорю о том, что уже говорил о том, что мы своими мыслями можем влиять не только на себя, но на свое ближайшее окружение. Это также влияет на нашу генетику, это изменяет геном человека, это изменяет ДНК, как в лучшую, так и в худшую сторону. И здесь я хотел бы привести такую очень хорошую мысль о том, что автор приводит в этой книге, как формируется наше мышление и о том, что наши мысли формируют даже структуру нашего головного мозга. И это, знаете, это уже доказанные факты. То есть то, что мы думаем, формирует структуру нашего головного мозга. То есть масса головного мозга начинает расти, и масса головного мозга, чем больше мозг, тем больше извилин. Мозг растет за счет того, что формируется извилин. То есть считается, что самые такие, ну как бы, интеллектуально развитые люди, ну например, если взять Геккеля или Эйнштейна, выдающиеся люди, они имеют просто такой, знаете, особенный мозг, у которого просто очень хорошо развиты извилины. И в этом отношении, когда формируется извилин или когда растет наш головной мозг, когда мы на чем-то очень длительное время сконцентрированы. То есть мы двигаемся в каком-то направлении, мы погружаемся в какую-то глубину, мы расширяем в какой-то области наши познания, когда мы сфокусированы, то есть или когда мы посвящены какой-то области. Без нашего посвящения чему-либо мы не можем там продвинуться, мы не можем там вырасти, мы не можем сформировать наш мозг, который бы на самом деле в дальнейшем сформировал целую нашу какую-то деятельность, какую-то сферу нашей деятельности. На сегодняшний день СМИ, средства массовой информации, газеты, сайты направлены на то, чтобы давать парциально какие-то, знаете, какие-то вспышки, и это могут быть самые разносторонние какие-то знания, информации, которые на самом деле не помогают головному мозгу расти, а дают так называемую разорванность. То есть человек не может сфокусироваться на чем-то одном, он постоянно вот так, ну просто море информации поступает, и он метается от одной вспышки к другой, и не может на чем-то одном сконцентрироваться. И его мозг в этом отношении, он не растет, он атрофируется, извилины сглаживаются, человек начинает деградировать. О чем сегодня кричат ученые, весь научный мир, о том, что молодежь, особенно последнего 21 века, ну да, я считаю, что это последний век, деградирует, и при том катастрофически деградирует, потому что вот это разорвано мышление о том, что когда молодежь, слишком много сайтов, слишком много информации, там на Твиттере надо там кого-то там постнуть, там кого-то лайкнуть, короче, там Фейсбук, тут же Инстаграм, короче, вот это вот весь целый день, он или там, или он там в телевидении смотрит, или он в играх каких-то, и вот он не может на чем-то одно сфокусироваться, его головной мозг, он не развивается в этот момент, потому что вот такие скачки, они не приводят его к сконцентрированному мышлению. Ну, например, я приведу разницу, в чем, например, полезно чтение книг. Чем полезно чтение книг? Когда ты читаешь книгу, да, ну, например, интересная книга, познавательная книга, ты читаешь, ты ничего не видишь, там нет картинок, ты просто читаешь какую-то информацию, ты принимаешь ее внутрь, начинаешь анализировать, и у тебя начинает работать что? У тебя начинает работать воображение. Эйнштейн говорил о том, что человеку, у которого развито воображение, он ничем не связан, он свободен быть там, где он захочет. Это человек с развитым воображением. У наших детей на сегодняшний день, к сожалению, но мы можем что-то делать, мы, христиане, можем реально что-то менять и что-то делать. У детей этого мира сегодня воображение не развито по той причине, что им дают готовые картинки. Понимаете? Ну, то есть, вот захотел, ну, просто в какой-то области, вот, пожалуйста, мультик смотри, да, вот захотел какая-то игрушка, вот тебе, пожалуйста, игрушка. Вот родители не хотят, чтобы ребенок баловался, ну, вот там, айпад ему поставили, поставили ему какую-то сказку, да, он там смотрит или какие-то развлекательные игры. И у него уже все готово, в том плане, что ему не нужно включать свой мозг, ему не нужно включать свое воображение. Ему дается готовая пища, которая что? Она позволяет ему не анализировать ничего. То есть, он просто сидит и просто вот так, просто смотрит и не размышляет, не думает. Все уже на подносики ему подносится. Это очень плохо. Для того, чтобы развивать мышление у ребенка и у самих себя, нам периодически нужно читать полезные книги, вникать в них. Какое-то время просто вот так, вот, действительно, сконцентрировано, сфокусировано на чем-то вот так просто мыслить, над чем-то размышлять. Именно об этом Священное Писание приводит, да, я сразу открою это место, которое написано в книге Иисуса Навина в первой главе первая глава Иисуса Навина с 8 стиха. Как будто бы на самом деле, да, вот ученые это только открывают, а Библия уже это написано, да, ученые это только вот, ну, сейчас начинают вот так восхищаться о том, что смотрите, оказывается, надо сфокусированно о чем-то размышлять, а пророки, начиная с Моисея, смотрите, что написано в книге Иисуса Навина, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как благоразумно. Вот я повелеваю тебе, это говорит Господь, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Можем сказать на это аминь? Аминь. Слава нашему Богу. Знаете, вот мне понравилась еще в этой книге синхронная работа людей, которые находятся в хороших взаимоотношениях, у которых, ну, на самом деле, просто есть какая-то такая сердечная связь, как в Библии написано, что в Первой апостольской церкви у всех верующих было одно сердце и одна душа. Вот меня лично вот это место, оно впечатляет. У них было единомысленнее. Ну, вот в этом отношении просто опять же, вот мы читаем сегодня это в научной книге, какие-то научные подтверждения, а Библию уже это было написано две тысячи лет тому назад, о том, что у верующих было единомысленнее. Они одинаково думали. У них было одно сердце, у них была одна душа. Сегодня нам надо в это поверить, что в ссоре это возможно, потому что многие верующие даже в это не верят. понимаете, но мы на то и христиане, что мы призваны поверить о том, что мы в одном теле, что у нас одна голова, что у нас одно сердце, у нас одна душа. Это разум Христов, это сердце Иисуса Христа, это душа Иисуса Христа. Мы призваны туда в это единство входить. Иначе мы просто, действительно, просто сборище. Просто сборище людей, которые просто собрались послушать что-то интересное. Но мы не такие. Мы христиане, мы будем следовать тому, что написано в Священном Писании. И вот этот синхрон, синхронная работа главного мозга, которая может на самом деле распространяться, то, что сегодня про Эвана Роберса привел пример, с чего началось пробуждение. Меня вот это очень сильно впечатляет, потому что пробуждение у Эльси началось с всего лишь одного человека, который позволил себе дерзновение мыслить так же, как мыслит Бог. Поверить в то, что Бог может его использовать. Поверить в то, что Бог может просто взять его и делать то, что он захочет. Да будет воля его, а не воля наша. И началось мощнейшее пробуждение на самом сверхъестественном уровне, когда люди вдруг просто начали делать какие-то спонтанные действия. То есть они переставали грешить, переставали курить, переставали пить, переставали материться. и даже лошади были вынуждены подстраиваться под вот эти внутренние какие-то колоссальные перемены, которые сверхчистенно произошли. То есть я верю в то, что через одного человека просто пришло какое-то единомыслие, просто пришел разум Христов, просто пришли какие-то особенные чувствования, которые люди из-за вот этого сильного, могущественного присутствия, благодаря одному человеку, просто вот так смобилизировались и стали частью Бога, частью Церкви Христовой. И я бы хотел сегодня привести пример. Один пример я хочу привести негативный, потому что на самом деле я еще раз когда-то давно пропадал на эту тему, и это я услышал когда-то на курсе медицинского института. И вы знаете, я всегда уважал учителей, которые учили думать, преподавателей, которые, например, там встает ученик и там зазубрил, ну просто вот так на самом деле, ну что такое горизонт. И он так на зубок там, ну вот вчера учил там, сидел там, и выдает, например, там горизонт, это воображаемая линия, которая по мере того, как к ней приближаешься, таким же образом отдаляется с тебя на то же самое расстояние. И учитель спрашивает, ну вот нас учителя спрашивали, ты вот сейчас, ты понял, что ты сказал вообще? Ты понимаешь, что вот то определение, как там, ну гипотенуза там, например, или там, ну что, бисектриса, это крыса, да, которая ходит там по углам, там, ну просто, просто, если студент или ученик отвечает о том, что я не понимаю, значит, он зазубрил. Но учитель доводит до того, чтобы он понял, чтобы он начал думать. Вот это учитель хороший. Правда? Вот моя задача, просто чтобы вы задумались сегодня, просто научить думать, потому что мы все к этому призваны. Если я просто вышел, выдал вам зазубренную какую-то лекцию или проповедь, да, в ней нет абсолютно никакой пользы. Ни для вас, ни для меня, ни для слушающих. Но если вы сегодня о чем-то призадумаетесь, то есть если мне получится на чем-то вас сфокусировать, моя задача сфокусировать всех нас на Иисусе Христе, на том, что Он делает, то я считаю, что я не зря сегодня вышел на эту сцену. И, вы знаете, я хотел бы привести один негативный пример. Вот на базе института я услышал одну такую очень хорошую мысль. Гиппократ когда-то говорил своим ученикам, прежде чем лечить людей, спросить у них, у людей, готовы ли они отказаться от своих пороков. Это выражение Гиппократа. Очень глубокое выражение, которое говорит о том, что все наши какие-то болезни, все наши какие-то болячки вытекают из какого-то систематически греховного мышления. То есть то, что мы неправильно думаем, что мы отвлеклись от Бога, мы не думаем о Нем, мы даже не размышляем, мы даже не знаем, я хочу сказать о том, что люди, которые не верят в Бога, которые не знают Бога, они даже в этот же момент не знают, кто они. Понимаете? У них вот такое расторжествление о том, что они не понимают свою сущность, свое предназначение, для чего они живут на этой земле. Жизнь теряет всякий смысл, когда человек не знает Бога. Когда я смотрю на Иисуса Христа, я понимаю только тогда, я хочу сказать, только тогда я начинаю понимать, кто я такой. Потому что человек, ну можно сказать, без Иисуса Христа, он теряет свою человеческую сущность. Правильно Иисус Христа называет, ну в Писании вы можете прочитать, о том, что это Сын Человеческий, с большой буквы, и в одних местах, в других местах написано, что Он Человек, также с большой буквы. Иисус принес нам, Он нам возвращает и вернул нам нашу, что? Человеческую сущность, настоящую человеческую сущность. Без Бога, я хочу сказать, мы теряем свою человеческую сущность и уподобляемся кому? Мы уподобляемся, к сожалению, животным. И апостол Петр, вы можете прочитать в посланиях апостола Петра, где он говорит о том, что тот, кто опять уходит от заповеди, он возвращается, куда он возвращается? На свою блеводину, какие-то страшные вещи звучат, становится или опять уподобляет себя псу или свинье. Ну, то есть Писание об этом говорит. То есть без Бога мы уподобляем себя животным. Как животное не понимает своей сущности, свое предназначение, так и человек без Бога теряет свою сущность и свое предназначение. Скажи да и аминь, потому что это правда. Только во Христе Иисусе я обретаю свою человеческую сущность и понимаю, для чего я пришел на этот свет, для чего я нужен Богу и для чего Бог может меня использовать. Негативный пример, он заключается в том, что он подтверждает выражение Гиппократа, что прежде чем лечить людей, спроси, готов ли этот человек отказаться от своих пороков или от своего какого-то порочного мышления или от систематического греха. Если не готов, то терапия, никакая терапия, никакие лекарства этому человеку не помогут. Слушайте меня, не помогут. Это я сегодня могу заявлять как врач, который уже больше 20 лет практикует врачебную деятельность. Негативный пример еще раз, и он взят из онкологии, потому что я работал в онкологии 4,5 года, и он заключается в том, что онкологические пациенты, как говорил наш главный врач Борис Иванович, чаще всего умирают не собственно от рака или от какого-либо онкологического заболевания, они умирают от страха, от образа мышления. Когда пациент приходит в онкологию, у него там что-то, просто там какая-то шишка начала расти или какое-то пигментное пятно, например, он обратил внимание о том, что на теле появилось какое-то пятнышко, и оно вроде как не болит, но оно какого-то странного цвета, и он приходит, и вот врач-терапевт меня отправил к вам на исследование в онкологический диспансер, мы взяли биопсию, и вот он уже что? Он входит в состояние страха, то есть человек, который не верит в Бога, он всегда будет входить в состояние страха, оцепенение, ожидание от какого-то, знаете, страшного диагноза, который прозвучит как приговор. Вот когда я работал еще в 90-х годах в онкологическом диспансере, в областном у нас в городе, то диагноз рак звучал как приговор, я честно говорю, просто человек, услышав этот приговор, там саркома или карцинома, он просто опускал руки, разворачивался и уходил умирать, просто уходил умирать. То есть люди не верили в то, что вообще что-то вообще поможет тогда. Врачи тоже, я могу так сказать точно, о том, что просто вот так условно предпринимали какие-то попытки, ну вот хоть как-то помочь, но если обнаружили еще хоть на какой-то ранней стадии, но обещали, да, вот мы сделаем радикальную операцию, вырежем, метастазов у вас нет, все, прогноз благоприятный, идите с миром, все будет хорошо, но когда видели о том, что уже метастазы куда-то пошли, ну все, то есть на этом человеке крест. Просто делали ему так условно, там химиотерапию, там несколько курсов проводили, лучевую терапию, ну человек, который получил высшее образование, он прекрасно понимал, врач-онколог прекрасно понимает, есть ли у человека метастазы, это уже не жилец. Пройдет какое-то время, не больше года, вот это медицинская статистика, онкологическая статистика, которой верят все врачи-онкологи, не больше года человек проживет, и потом все, ну то есть он умрет от последствий. И вот человек ждет, да, о том, что вот взяли какой-то вот на самом деле биоптат, отправили на исследование, через какое-то время приходит диагноз. Вот знаете, вот это время, пока человек в ожидании находится, у него все внутри уже остановилось. Вот я всегда восхищаюсь китайскими докторами, которые уже знали это 5000 лет тому назад. То есть я хочу сказать, я сегодня делюсь знаниями, которые вам здесь, вот в Болгарии, на территории бывшего советского, да и по всему миру, никто не расскажет, потому что раньше это считалось тайной. Пока Китай находился за бамбуковым занавесом, они эти тайны никому не раскрывали. Ну, сейчас мой сын учится, он читает древние трактаты, которые китайцы сегодня начали не просто давать, они начали продавать. Ну, каждая специализация стоит примерно от 4 до 5000 долларов. Сегодня я делюсь вот этими знаниями, ну, просто потому что, да, потому что для меня преступлением эти знания скрывать. Китайцы 5 лет тому назад, 5000 лет тому назад, они уже это прописали в трактатах. И у них очень четко прописано. В древних трактатах что написано? О том, что если у человека возникает, вот на самом деле, какой-то ступор или какая-то депрессия, и мысль начинает течь очень медленно, энергия по каналам, которые уже сегодня научно доказаны, как в Америке, так и по всей территории России, уже на всех научных базах, уже есть аппаратура, которая считывает даже движение этой энергии, и определяет биологически активные точки. Она так получила название. Американцы открыли уже более 10 тысяч таких биологических точек, которые на сегодняшний день считаются научным фактом. Это научное подтверждение. Я удивляюсь, почему еще до сих пор китайскую медицину считают мистической. Почему? Потому что китайцы апеллируют теми знаниями, которые на сегодняшний день считаются еще недоказанными. Поэтому она мистическая. Но сегодня она уже получила научное подтверждение. То есть сегодня эта медицина уже доказана. Поэтому мистическое можно вот так просто смело убрать. Это не мистическое, это научный подход, который эмпирическим способом, то есть методом проб и ошибок на протяжении тысячи лет до нас донесены такие колоссальные знания, которым сегодня европейская западная медицина только подходит. Вы слышите меня? И там прописано о том, что если мысль на каком-то этапе остановилась у человека, смотрите, китайцы уже 5000 лет тому назад отследили, не знаю каким образом, если мысль человека остановилась, человек впал в ступор, просто вот так лег или какая-то шокирующая мысль. Все, у меня рак. То есть человеку объявили саркома, саркома или там рак Ходжкина, метастаза. Все, ну то есть по глазам врача видно, что все, то есть выхода нет. И человек уходит с этим приговором, у него в голове рак, неизлечим смерть. Мысль остановилась, и китайцы 5000 лет тому назад приписали, когда мысль останавливается, энергия тоже что? Останавливается. И вот в этот момент и начинает активное, можно сказать, распространение раковой клетки по всему организму, и возникают такие множественные метастазы. Не потому, что у человека рак, а потому, что у человека мысль остановилась. Слышите меня? Не потому, что у человека рак. И китайцы вычислили 5000 лет тому назад выход из этого состояния. Говорят, этому человеку, у которого там только началась какая-то раковая клетка, или какой-то тумор, или что-то начало расти, этому человеку надо двигаться. Очень много движений, очень много питья, и очень много положительных эмоций. Древний трактат говорит о том, что эмоция радость растворяет тяжелые раздумья, а действие разбивает тяжелые мысли. Поэтому у них уже давно, ну, можно сказать, китайская медицина по статистическим международным данным стоит на первом месте как профилактическая медицина. То есть китайцы лучше всех предупреждают все заболевания. Лучше китайцев никто не лечит хронические какие-либо заболевания. Я хочу сказать, западная медицина вообще не лечит. Западная медицина, еще раз повторю, вообще не лечит хронические заболевания. Профилактическая медицина стоит на примитивном уровне, в западной медицине. Западная медицина во всем мире известна только как симптоматическая медицина, которая на короткий период просто подавляет симптомы. И люди приговорены горошнями пить какие-то химиопрепараты, которые не устраняют болезнь, причины заболевания, а только подавляют симптомы. Слушайте меня? Если вы приедете в Китай, я об этом свидетельствую, и купите упаковку западного какого-то лекарства, химического лекарства, которое не является природным, там будет написано, на всякой упаковке в Китае напишут, данное средство не является лекарством. Вот здесь в Болгарии это лекарство, в Китае это не будет лекарство. Данное средство не является лекарством. Это средство всего лишь подавляет симптомы и имеет куб побочных эффектов. И большими буквами прописаны побочные эффекты о том, что это лекарство, ну и так думаешь, вроде бы как мне доктор назначил от сердца, а побочные эффекты рак, понимаете? Вызывает рак, вызывает какие-то последствия, просто начинает что-то, поражение печени, на выходе поражается почка. Прочитаешь список вот этих побочных эффектов, ну думаешь, ну так, это я буду от одного лечиться, а потом 12 заболеваний придет ко мне вместе с этим препаратом. Так оно и происходит, понимаете? Потому что, ну, например, там элементарно, да, что гипертоническую болезнь западной медицины не лечит. Человек обречен до конца жизни, принимает гипотензивные препараты, которые направо просто убивают печень и ослабляют почку. Хотя по китайским канонам именно печень является причиной скачков кровяного давления. Ее надо, эту печень, успокаивать, что китайцы делают очень успешным. Сегодня я привел вот этот негативный пример в плане того, что просто показать, как работает наша мысль о том, что если человек услышал, и автор вот этой книги доказывает на научных экспериментах, о том, что на сегодняшний день рак – это излечимое заболевание, и если его своевременно лечить, или лечить это тем более с верой, с верой во всемогущего Господа, то это заболевание, оно легко лечится. А еще легче его профилактировать, еще легче его предупреждать, когда ты просто мыслишь позитивно, когда у тебя пример очень хороший. Хороший пример я хочу сегодня привести из Библии. Я хочу открыть первое место. И это место написано... В Евангелии от Марка, пятая глава, с 24 стиха. Мы можем прочитать. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили, что народ его теснил, что он не просто шел, а его теснил народ, потому что он шел к начальнику синагоги Иаиру, потому что начальник синагоги пригласил его, упав буквально перед ним на колени. Можете себе представить, начальник синагоги падает перед Иисусом Христом. Это какое признание? Признание господства, признание, что он учитель, признание, что он чудотворец, чтобы он пришел только в его дом и помолился за его дочь, которая лежала при смерти. Собралось очень много народа, народ его теснил. То есть были там десятки, сотни людей, которые хотели видеть, что будет делать Иисус. Иисус, одна женщина, которая страдала кровотечением. Я хочу вам сегодня сказать, я показываю сегодня пример сфокусированного мышления. Вот мы все так должны думать. Мы находим местописание, которое нам непонятно, и мы начинаем его копать, мы начинаем его исследовать. Мы берем параллельные какие-то места, мы берем какие-то толкования, мы начинаем сами просто думать, почему это произошло, каким образом, что с ней было на самом деле, что это за болезнь такое, кровотечение. 12 лет. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, она это говорила в самой себе, это были ее мысли, слышите меня, это была ее программа, если я хотя бы к его одежде прикоснусь, выздоровею. Когда она прикоснулась, 29 стих продолжает, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. То есть она все рассказала, все в свою историю. Он же сказал ей, чей вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Это первое место. Я хочу взять одну сноску из Ветхого Завета, чтобы нам было немножко понятно, что означало для израильтянки, для еврейки в израильском народе иметь кровотечение. И это написано в книге Левит, пятнадцатая глава, с двадцать пятого стиха. Я беру параллельное место, чтобы прояснить, что происходило с женщиной в Израиле, если у нее открывали длительное кровотечение. Рано или поздно это открывалось, вскрывалось, люди об этом узнавали, так как она к врачам обращалась, это все быстро растекалось в среде народа. И давайте мы прочитаем. Это жесткие постановления Моисеева закона. Если у женщины течет кровь многих дней не во время очищения ее, то есть не во время женских, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как и в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все время истечения своего будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. То есть еще были дни очищения, после того, как кровоочищение прекращалось. И всякая вещь, на которой она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется, давайте мы это запомним, всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, это не важно кто, это мужчина, женщина, священник, не священник, если прикасался к этой одежде или к этой женщине, он объявлялся в народе нечистым, осквернен. Будет нечистый, должен вымыть одежду свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Что это значит? Это значит, что если у женщины открывалось в народе, что у нее есть кровотечение, которое больше обыкновенного, она объявлялась нечистой, скверной на все дни вот этого. Потом нужно было еще приносить какие-то жертвы для очищения, нужно было идти к священнику для очищения. А у женщины кровотечение на протяжении не одного месяца, но не нескольких месяцев, на протяжении нескольких лет. 12 лет женщина страдала кровотечением. То есть 12 лет женщина считалась в народе своем нечистой, оскверненной, скверной, прикосновение которой считалось осквернением. То есть это был какой-то пленый такой позор. Это была какая-то нечистота на женщине, это была какая-то дурная слава. Кроме того, как врач я могу объяснить о том, что просто если у человека 12 лет кровотечения, то что у него развивается? У него развивается довольно такая серьезная анемия. В том плане, что гемоглобин будет очень низкий. И вот это состояние, что это за состояние такое, когда человек находится в довольно серьезной анемии. То есть гемоглобин там ниже 80-70. Я хочу пример привести. Вот Наталья говорит, на прошлой неделе она видела женщину, у которой явная анемия. Она себя просто загоняла всякими диетами. Там хатха-йога, короче, там что-то там. Ну уже там оставилась в диете, там одни кабачки до огурчики. И вот она вот ее ветром носит, и бледная такая. Ну вот одни глаза остались. И говорит, ну у нас такая стеклянная дверь в медицинском центре, там в Бургасе. И она вот, она подходит вот к этой вот ручке. А ей всего лишь в районе, нет, да, в районе 50 лет. Ну то есть молодая женщина. Ну то есть ей еще как бы там, ну пахать и пахать. Это просто там, не знаю, там, ну в расцвете сил. Потому что по китайским канонам это вообще, ну то есть она вообще там считается молодая. И вот она подходит вот к этой дверной ручке, и она пытается дверь нашу открыть. Ну я могу сказать, что вот я вот эту ручку могу открыть вот так, вот двумя пальцами. То есть открыть, толкнуть, все надо, короче. И говорит, ну вот Наташа рассказывает, я увидел ее, она на этой ручке повисла вот так, повисла. Потом пытается что-то ее сдвинуть, сдвинуть, такие колоссальные усилия она предлагает. Потом вроде бы как ручку там опустила, потом подняла, потом начала всем своим весом там, ну веса осталось, ну чуть-чуть ниже там 40 килограмм, ну не знаю, наверное килограмм 38, 39. И она начинает всем весом вот эту дверь толкать, короче. Ну то есть пока она нашу дверь открыла, которую открывать очень легко на самом деле, она отстратила свои силы. Ну вот это, я привожу пример аномичного человека. То есть человек аномичный, это бестильный человек. Я хочу, ну просто чтобы мы вот эту ситуацию увидели другими глазами. То есть идет толпа людей, все теснят Иисуса Христа. Как вы думаете, легко ли было этой женщине пробиться к Иисусу Христу? Там просто вот, ну как, там один, там апостол Петр чего значил, да, там с потайным мечом у себя там где-то там. Вот просто апостолы, ну вот в одном фильме про Иисуса Христа очень хорошо эту картину показали. Толпа теснит, а апостолы вот так, они стараются отградить толпу от Иисуса Христа, чтобы Иисуса не раздавили просто. Иисус идет, ну вот так, он идет так неспешно, короче, толпа теснит. И апостолы выполняли роль вот такого, ну как бы заслона какого-то пленого. То есть они локтями как-то пытались, чтобы народ к нему не пробился, чтобы они его там, ну как говорится, просто вот. И все равно получалось так, что они теснили его, то есть они прикасались к нему. И вот женщине каким-то образом удалось, то есть какая у него была вера, какое у нее было сфокусировано мышление, то есть она сфокусировалась на том, что я любой ценой прикоснусь к этому человеку, потому что она слышала о нем, она слышала о том, что он творит какие-то невероятные чудеса, она слышала историю там о том, что парализованные стоят, о том, что слепые начинают видеть, о том, что глухие начинают слышать. От рождения. То, что в Израиле уже давно и не слышал никто, то есть люди, которые рождались уже искалеченными, Иисус и такие болезни исцеляет. И она поверила о том, что если меня никто из докторов не смог вылечить, я хочу сказать еще один такой факт о том, что эта женщина имела имение, то есть это была не бедная женщина, у нее было имение, у нее был какой-то финансовый статус. Библия говорит одно, что он все свое имение, что она истощила над докторов. Вы слышите меня. И стала из богатой женщины, стала бедной женщиной. Во всем нуждающейся, финансовая, такой нуждающейся. Вот примерно вот такая общая картина. Давайте открою еще одно место, это последнее место по этой теме. И оно написано у доктора медицины, у евангелиста Луки, он был врачом. И мне интересно врачебное мнение, что врач, доктор пишет. Это написано в Евангелии от Луки, 8 глава, 41 стиха. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И то чаш течения крови у нее остановилась. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицалось, Петр сказал, и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь. Давайте мы это запомним. Дерзай, черь. Что значит дерзай? Будь дерзновенной. Все хорошо. Все нормально. Ты ни в чем не согрешила. Черь. Что такое черь? Черь – это дочь. Иисус называет женщину, которая к нему прикоснулась, и через это прикосновение, по закону Моисеева, она его осквернила. Вы слышите меня? Иисус называет ее доченька. Дочь моя, все нормально. Будь дерзновенна. Все хорошо. Ты все сделала правильно. Почему? Потому что, вы знаете, через какое сопротивление женщина проходила на своем уровне, через что она пробивалась? По закону она согрешила. Вы слышите меня? Потому что она понимала, что даже войдя в народ, то есть я думаю, что она была в каких-то обленных таких одеяниях, которые скрывало ее лицо, чтобы ее не узнали. Потому что, если бы ее узнали, толпа бы ее там просто бы убила. То есть ее бы побили камнями там, там же, вот в этой толпе. Более того, она понимала, что она оскверняет сейчас людей, потому что они к ней прикоснаются. Она понимала, что если она прикоснется к Учителю, к Иисусу Христу, этим прикосновением она осквернит Иисуса Христа. Понимаю, через какое сопротивление, мысленное сопротивление. И все равно что-то ее ввело к нему, потому что она понимала. Она понимала, что если только она прикоснется, вот все ее страдания, все ее мучения тут же закончатся, и она будет чиста, и она будет исцелена, и она будет здорова. На это она уповала. Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. И вы знаете, вот это иди с миром, это очень четкое и ясное указание Иисуса Христа, на что надо ориентироваться. Когда ты познал Иисуса, когда ты что-то пережил, какую-то благодать, дальнейшим ориентиром, что вот, сохраняй вот этот мир. Вот через это прикосновение, я хочу сказать, женщина, она не осквернила Иисуса. Иисус через вот это прикосновение очистил ее. Сила пришла в ее тело, исцелила ее от этого многолетнего заболевания. В ее сердце пришел мир, сверхъестественный мир. Иисус этими словами говорит, теперь держись вот от этого мира. Этот мир, этот покой, эта благодать, она будет вводить тебя. Это сила Святого Духа, она приведет тебя рано или поздно туда, куда тебе надо. Приведет тебя в общение со святыми, в молитвы, в чтение Слова Божия, в познание Иисуса Христа еще улужен. Я предполагаю, что, возможно, в будущем она стала один из учеников, одной из учениц Иисуса Христа, если она ориентировалась на этот мир, на эту благодать. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утверждай учителя. Смотрите, прозвучал такой вот приговор. Твоя дочь умерла. Ну, что ты заботишься, что ты утверждаешь учителя? Все, успокойся, дочь твоя мертва. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веру и спасена будет. И смотрите, вот в этом эпизоде дано такое, что сила его оставила. В одном месте написано, и кто-то один из теологов так предполагал, что просто через одно прикосновение сила сошла с Иисуса Христа. Но я хочу сказать о том, что это не вся сила, которая у него имелась. После этого он потом еще пошел и что сделал? Давайте мы прочитаем. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова, и отца, девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. Какое дерзновение нужно иметь, чтобы сказать эти слова? Потому что если бы девица не воскресла, что бы произошло? Ну, это был бы позор, в том плане, что Иисуса бы осмеяли, и просто, ну, как на самом деле, на этом бы служение его закончилось. Но он громогласно объявляет, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возразился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И это пишет врач Лука. Слушайте меня, который может сам определить, да, где умерла, где смерть, там, констатировать что-то, врач констатирует о том, что эта девица воскресла. И возразился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И я хотел бы, вы знаете, на самом деле, вот сегодня, чтобы мы буквально вот прониклись вот этой ситуацией, вот этим случаем силой благодати, да, вот той любовью, которую все покрывает. В чем сущность веры вот этой женщины? Я хотел бы, чтобы мы сегодня буквально это как вот сейчас, как сценку такую небольшую проиграли, чтобы вы на себе это прочувствовали, да, наглядно. То есть мне нужно сейчас буквально 6-7 человек, ну пусть это будут там вот братья, да, вот я хотел бы и Красимира использовать, да, вот Антона хотел попросить, Александра. Костя, тоже просьба большая. Ты очень похож на одного из евреев, на Матфея. Привет, большая просьба тоже нам помочь сегодня. Людмилу я хочу попросить сегодня сыграть роль женщины, которая 12 лет страдала в прошлом кровотечением. Ну вот, Александр у нас сегодня будет, Жданович, будет Иисусом Христом. Александр, вот ты выходи вперед. Так, Мария, можно ты тоже тебя попросить? Ну, тоже ты в толпе, ты тоже там теснишь Иисуса Христа. И Мария, Мария, тоже. Вот, Иисус плавным шагом идет. То есть я буквально опять сейчас описываю вот эту ситуацию. Вот, апостолы, апостолы создают кордон. Вот это личные телохранители Иисуса Христа, которые вот так ограждают, потому что толпа там теснит. А Мария, ну, просто поплотнее, поплотнее. То есть представьте, что здесь не десятки, здесь сотни людей. Все толкаются, все что-то вот так. Все хотят быть поближе к Иисусу. Все хотят увидеть вот это чудо, которое случится, произойдет буквально с дочерью Иаира, начальника синагоги. Очень много членов вот этой синагоги. Все там теснятся. И вот женщина, да, она вот покрыта, да, вот на самом деле. Она пробивается, да, вот сквозь толпу. А тут еще мысли такие, мысли о том, что ты грязная, ты нечистая. Как-то ты не смеешь, ты вообще не можешь здесь находиться. Ты кому хочешь прикоснуться вообще? Это же учитель. Это этим прикосновением ты осквернишь его. Что ты делаешь вообще? Что я здесь делаю? Дьявол часто подходит через наши мысли. Мы думаем, что это наши мысли. На самом деле они от дьявола, нам надо четко отличать. Но у женщины вера. Если я только прикоснусь к его одежде, Аллилуйя, я тут же получу исцеление. Аллилуйя, слава Богу. Получилось? Давайте мы приветствуем. Людмила, можно тебя? Спасибо большое за участие. Я хотел бы Людмиле немножко дать вот свои чувствования. Вот как тебе было пробиваться к Иисусу? Чтобы мы немножко прониклись. Потому что мы сейчас сфокусированно думаем об этой ситуации. Чтобы наше мышление стало как мышление Христа. Что ты чувствуешь? Я думаю, что у Людмилы это близко. Потому что она была в этой ситуации. Она свидетельствовала, поэтому я могу это как бы повторить. Потому что сейчас ей тяжело разговаривать. Но у Людмилы был когда-то страшный диагноз, который врачи озвучили. Сказали, что у нее рак. И сегодня, она сегодня в наших рядах. И сегодня благодаря той вере, что она верила в Иисуса Христа, она пробилась к Нему. И она получила исцеление. И она по сей день, несмотря на то, что она проходила курсы химиотерапии, сегодня мы видим перед собой прекрасную, цветущую девушку. Давайте мы поаплодируем. Я думаю, что Людмиле это очень близко. Да, я сейчас реально пережила те моменты, которые я переживала. И Дух Святой опять коснулся ко мне. Я понимаю, что это не по моим заслугам. Я здорова на данный момент. И действительно, когда я узнала диагноз, сразу пришли вот эти мысли о дьяволе. Что я могу умереть, что я могу не увидеть, у меня двое маленьких детей, что я могу не увидеть, как они вырастут. И вот эти мысли приходили. И вот как пастор мне начинал что-то говорить, так и дьявол говорил в мою жизнь. Но слава Богу, что однажды Иисус пришел, и я как-то, женщина, слышала на протяжении многих лет, что люди исцеляются. И я в воскрешениях видела. И написано в Библии, что Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И если Он кого-то исцелил, то почему Он меня не исцелит? И я просто стояла на том слове, которое говорил Бог. И я верила, что я не умру, но буду жить и возвещать Господню, что я увижу детей моих детей. И так как эта женщина верила, что если она хотя бы прикоснется к Нему, то она получит исцеление. И так же я, несмотря на эти мысли, которые приходила, я верила, что если я буду провозглашать Слово Божье, то я буду исцелена. Если я буду верить, то эта победа придет в мою жизнь. И каждый день я провозглашала, хотя я это не чувствовала, врачи говорили обратное, но я верила, как эта женщина. И я получила эту победу, я получила это исцеление. А сколько лет уже прошло после того, как тебе поставили этот диагноз? Ну, это в 2014 году было, получается, 14 лет. В 2014 году? В 2014 году, да, 4 года, получается. И я понимаю, что это только чудо Божье, потому что, ну, сами мы ничего не можем, да. Но из-за того, что как бы Бог в меня посеял это Слово Веры, и я верила и получила. Вот, и, конечно, эту ситуацию сейчас, да. Я не думала, что я вдруг расплачусь, я не собиралась это делать, но прям Дух Святой меня очень сильно сейчас коснулся, и я пережила вот снова Его любовь ко мне. И это действительно, слава Богу. Чувствуешь ли ты себя сейчас какой-то нечистой там? Нет. Осквернённой? Нет. Я чувствую себя прекрасной. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Это очень хороший пример вот с этой ситуацией, с этой женщиной, которая 12 лет страдала укритечением, как то, что Христос, конец закона, да, написано. Просто по закону эта женщина не имела вообще, на самом деле, права приходить к Иисусу, прикасаться к людям, прикасаться к Его одеждам. Но вот у неё было такое дерзновение. Вот я думаю, что когда Иисус так обернулся, говорит, кто прикоснулся ко мне, да. И вот просто на самом деле, какой уже страх был, да, вот с одной стороны у женщины о том, что сейчас всё вскроется, сейчас всё откроется, и люди узнают, что я нечистая, да, и просто что со мной дальше будет. Но когда Иисус посмотрел на неё, она призналась, она упала перед Ним, она призналась и говорит, это я прикоснулась, это у меня кровотечение. Люди узнали её, и люди ждали, какой же приговор вынесет Иисус Христос, потому что Он там был центром, центром, центром внимания всех людей. Иисус сказал, дерзай, черь, да, то есть всё нормально, всё хорошо. Он назвал её дочерью. Он говорит, ты дочь, ты дочь всемогущего Бога. Ты идёшь в верном направлении. Вот это вера, да, вера твоя спасла тебя. Тема сегодня проповеди о том, что вера превозмогает всё абсолютно. Вера действующей любовью. Она понимала, что она идёт прямо по грани, просто по какой-то грани, что между смертью и жизнью. И она просто вот имела вот такую веру, что несмотря ни на что, я всё равно пойду, я всё равно дойду, я всё равно прикоснусь. Слава нашему Богу. Я хотел в заключение, знаете, привести такой пример о том, что слава Богу, что в нашей церкви это не один такой случай. Несколько случаев у нас есть чистое исцеление от раковых заболеваний. Один из ярких случаев о том, что Мира Гуцала, который когда-то просил нашу молитвенную группу молиться за его сына, которому поставили самый страшный рак, его повезли в Израиле, его просто вскрыли на операции. Маленький мальчик, маленький ребёнок, ему вскрыли спиной мозг и обнаружили о том, что там спиной мозг, он уже начал разлагаться. Это был рак в последней стадии и уже с метастазами. И они его просто вот так, так же зашили и отдали родителям и сказали, бесполезно. Ну, всё, всё кончено. И вот представляете, несмотря на вот такую, как бы безвыходную ситуацию, казалось бы, эти родители, они встали в паралломе за своего ребёнка. Прошло уже, не знаю, сколько лет уже прошло. Уже года три прошло уже, с того момента, когда его возили в Израиль. И потом приглашали пастырей. Я в том числе был у Павлика, молился также за него где-то в пределах около часа. И я, вот вы должны меня понять, что я как доктор пришёл туда, да, и как пастырь, и как доктор. И я как, просто я смотрю на этого мальчика, который уже на то время был в такой кохексии, то есть он был очень истощён, остались одни, ну, кости, да, кожа. Я пришёл к нему, я в голове своей, врачебной голове, да, я понимаю, что он просто, на самом деле, ну, я читаю Эпикрис, я читаю историю заболевания, я читаю там заключение докторов там в Израиле, ну, мы как бы уважаем, да, израильская медицина, она стоит на одном из ведущих мест на сегодняшний день. Я понимаю, что про себя у меня в духе всё кончено. Ну, что тут можно уже сделать? Ребёнок разлагается, разлагается. И когда я начинаю за него молиться, и вы знаете, вот это такое чувство интересное, я понимаю, что вот за этого мальчика сейчас смолится очень много молитвенных таких людей, очень сильных молитвенников. Я приближаюсь к нему, ну, так я снимаю с него одеяло, я смотрю, там вот такие тоненькие ручки, тоненькие ножки, ну, истощённое какое-то тело. Ну, вот когда он вот открывает глаза, вот знаете, не знаю, сегодня жалко, Юли Павлова нет, потому что она и по сей день с ним в личке общается, он посмотрел на меня, и в глазах была радость, знаете, вот счастье, вот какой-то мир. Я понимал, что здесь что-то происходит сверхъестественное. Потом я через какое-то время опять пришёл, я приходил туда два или три раза. И я получил в духе о том, что этого мальчика сегодня несут на руках молитвы. То есть он живёт только за счёт молитвы. У него была просто, знаете, как вот какая-то такая сверхъестественная оболочка, и его тело, оно буквально светилось. Вот это я могу как врач светить, хотя вот на самом деле, я как и в английском лукавном, я как бы понимаю и не понимаю, что здесь вообще происходит. Ну, я молюсь тоже, я же всё-таки тоже верующий человек, я тоже молился много раз, но здесь я понимаю, что здесь какой-то особенный случай, ну, просто когда тело уже разлагается. Но это надо верить в силу воскресения Христова. Аминь. Потому что есть такая сила, которая сегодня может... Да, если человек умер, в одном месте написано, что Бог силен воскресить из мёртвых. У него есть такая сила. Я вот как бы вот так, получая дерзовение, продолжал молиться, и просто сегодня этот мальчик до сих пор живой. Он такой живой, он такой жизнедеятельный. Я считаю, что это часть и нашей церкви, нашей молитвенной группы, потому что там молилось очень много людей, и наша молитвенная группа, в том числе мы тоже имели в этом участие, имели такое благословение. Я обязан сегодня об этом сказать, потому что это же хорошо. Бог слышит наши молитвы. Ребёнок живёт, он счастливый, он сегодня двигается, он очень подвижный, он много путешествует. Совсем недавно нас попросили помолиться за мальчика, который получил ожоги. Да, помните, да, вот это? Помните мальчика, который получил ожоги, и врачи констатировали, что эти ожоги, к сожалению, несовместимы с жизнью вот в этом возрасте. Потому что маленький мальчик, совсем там, ну просто ему тоже, кстати, где-то в районе 12 лет, и констатировали о том, что ожоговое отделение попало, там что-то лечили, там что-то пытались. И опять же, кто читал вот эту переписку, какая вера у мамы? Вот какая вера? Как она вступила за своего сына? Как она организовала вот эту мощную молитву на международном уровне? Она не просила денег, ни копейки. Всё её желание было молиться, пожалуйста, молиться. Она засылала нас буквально вот этим видео, снимки какие-то, аудио, какие-то записи о том, что вот она там, реанимация, она снимет. Ну просто, и опять же, этот мальчик сегодня живой. Он всё, ну то есть он встал, он уже ходит, он уже радуется, он уже смеётся. Слава нашему Господу. Вчера буквально я поехал с одними, как по-болгарски, гарпунжи или гарпунчики на русском языке, открывать сезон подводной охоты и познакомился с одним грузином. Такой грузин, его зовут Коба. Ну видно, что очень довольно небедный, ну я думаю, что очень богатый человек, потому что мы приехали на место встречи, он подъехал, как эта машина называется, на Хаммере, на таком огромном, и там со мной, который был, Валентин говорит, ну давай это, перегружай своего джипа, из своего джипа вот в этот Хаммер, потому что какой смысл ехать на трёх джипах, если мы можем на одном Хаммере поехать. Ну мы начали своё оборудование перезагружать, загрузили всё в этот Хаммер, ну и короче он там повёз нас на одно из красивейших мест, Ирокли называется. Ну посмотрели, конечно, красоту, там в принципе сейчас должна была Камбала подходить, но ещё вода холодная, 8 градусов, ну по крайней мере насладились природой и общением. И вот этот грузин вдруг оборачивается ко мне, когда мы уже обратно ехали, он говорит, «А я тебя знаю». Он говорит на хорошем русском языке, ну с таким характерным кавказским акцентом. «Да, рабой, слушай, знаю». И короче говорит о том, что я знаю тебя через нашего общего знакомого, это адвокат, довольно известный здесь, ну не буду называть его имени, говорит о том, что его мама когда-то имела фобический синдром, и настолько страшно, что она даже из дома не могла выйти. То есть у неё были страхи. И потом её поставили на учёт, соответствующую клинику. И потом мы вышли на вас, ну то есть этот адвокат вышел на вас, просто привёл вашу клинику, вы там что-то с ней там занимались, работали, потом молились, потом она начала ходить в вашу церковь. Она получила, то есть на сегодняшний день у неё нет никаких страхов. То есть вот этот адвокат говорит о том, что он очень благодарен вот этому доктору и вот этой церкви, о том, что она сегодня ходит в их собрание. И буквально на этой неделе, когда Наталья, в среду, да? В среду или в четверг? В пятницу? В пятницу. В пятницу она вместе с группой поехала в детский дом, и там просто, ну я потом смотрел вот эти снимки, то есть она там, ну то есть она такая подвижная, она весёлая, ну в принципе Бог её уже давно, уже тоже несколько лет тому назад её освободил. Ещё одно мощное свидетельство о том, что человек, которому когда-то сделали приговор, ну такой медицинский диагноз поставили, о том, что, ну страшный диагноз, и о том, что он поставили на учёт, и эта болезнь по западным канонам считается неизлечимой. Ну в том плане, что просто где-то условно поставили на ней крест, и она получает в нашей церкви, вам радостно вообще это слышать, что Бог что-то делает в нашей церкви, да? Что Дух Святой двигается, что мы не просто так собираемся, церковь действует, ну дары работают, и поэтому на самом деле, и вот я хотел бы сегодня на этом заканчивать свой...